Здравствуйте, дорогие наши подписчики! С вами опять я, агроном компании Ваш Сад, Людмила. Сегодня речь у нас пойдет о таких растениях, как лианы. Вы знаете, что это растения верхолазы, которые любят занимать какую-то так званую вертикальную местность. Им обязательно для того, чтобы они расти и развивались, нужны какие-то опоры. Либо мы садим их при стенке, делаем решеточки, либо мы их ставим на опоры. Но это растения верхолазы. У нас есть очень много таких растений. Самое любимое, наверное, у наших покупателей, больше всего пользуется спросом, это плющи. Вот у нас есть что такая хидера, что хидеры или плющи пестрелисные. То есть это растения, которые могут расти в легкой полутени, в рассеянный свет. К поливу относятся очень аккуратно, значит их нельзя не заливать, нельзя переливать. То есть почва должна быть 50 на 50 влажная под ними. Единственная проблема, правильно направлять туда, куда вам надо. Потому что если не направлять, это растение очень быстро занимает площадь и может даже затянуть своими красивыми ажурными листиками те места, которые не надо. Из-за этого нужно смотреть и делать направление, куда вы бы хотели направить рост этого растения. Еще одно растение, которое очень пользуется спросом, это красавица глициния. Это растение, в отличие от плющи, не декоративно-листное, а красиво цветущее. Это растение, которое сейчас становится очень популярным. И, наверное, вот эти вот гроздья, такие кисти, похожие на акацию, очень ароматные. Голубые, розовые, белые, видели очень многие. Растение мощное, ему просто опорочкой не обойдешься. Тут надо либо арочка, либо специальная опорка, такая плотная, потому что растение со временем ствола древесневает и под своей тяжестью может такую слабенькую опорку согнуть, сломать. Но растение шикарное и красивое. Наш климат для него это благодать. Это растение, которое в нашем климате себя чувствует превосходно. Растение знакомое, наверное, очень многим с детства. Очень много фонарных столбиков у нас обвиты этим растением. Виноград девичий прекрасно тоже растет, очень быстро растет, тоже требует опорки. Вот не бойтесь, стригите. Единственное, что при посадке делайте ограничения. Либо поднимайте так, чтобы веточки не ложились на землю, потому что где прикоснется к земле, там сразу укореняется. Потом очень тяжело будет выводить, если пойдет растение туда, где вам хочется. Это растение тоже практически не поражается никакими вредителями и болезнями. В нашем климате растет отлично, зимует отлично. Проблем с, как бы сказать, ростом и развитием у этого винограда в нашем климате нет. Обратите внимание, еще один представитель виноградика. Но если там у нас листик разделяется на 5 частей, то тут разделяется, видите, на 3. Если у девичьего листик зелененький, то тут, обратите внимание, он идет с таким красноватым цветом и красноватыми прожилками. Но это тот же виноградик, который очень хорошо у нас растет. Это виноград вечи или тройчатый виноград. Красавец! Перехожу дальше, показываю вам жимолости. Они бывают разные, и белые, и оранжевые. Некоторые цветут с начала весны, некоторые цветут все лето. Но это тоже растение, которому надо опорочка, арочка, беседочка, в которой вы будете наслаждаться обалденным ароматом этих растений. Смотрите, вот это вот растение, это гортензия. Только гортензия вьющаяся или гортензия черешковая, гортензия лиана, так на нее говорят. Все привыкли к гортензию, это вот такие вот кусты, вот такие обалденные цветы. Но оказывается, есть гортензии, которые очень красиво могут задекорировать вам ту же беседку или то же неприглядное место, заднюю стеночку в доме и так далее. Вот, это вот простая, она бывает еще варигантная, с красивыми листами, с белыми ободками или белыми штрихами. Вот, растет очень быстро. В взрослом возрасте достигает, если так дать ей нормально развиваться, до 20 метров. Представляете, какую площадь она может, ну, как бы сказать, закрыть и украсить своими красивыми листиками. Ну, и последний красавец, о котором я хотела бы сказать, типичный представитель растения лианы, это, конечно, клематисы. Вот, их цветение растянуто во времени. Одни сорта цветут ранней весной, одни цветут позже, одни цветут в августе. То есть, тоже очень большущий ассортимент. Вот, цветочки бывают такие, бывают махровые, бывают колокольчиками, это княжики. Вот, бывает цвет у них, цветовая гамма у них вообще разнообразная. Очень разные, белые, голубые, синие, малиновые, темно-бордовые. То есть, разные-разные. Видите, он уже растет на лесенке, да? А если его где-нибудь возле такой вот красивой перголочки поставить, вообще будет красота. Вот это растение, которое тоже является типичной лианой. И хочу вам сказать, в отличие, например, от черешковой гортензии, клематис не гонит так быстро, ну, не наращивает такую массу. Из-за этого, у кого, например, есть балкон или маленькая терраска, вы можете спокойно выращивать это растение в горшках. Вот такие у нас есть растения лианки. Приходите, выбирайте, мы всегда вам рады.